КИМЧАНЫН ИДЁТ ВАБАНК КНДР приготовилась взорвать ведущие в Южную Корею дороги. После заявления Корейской Народной Армии 9 октября, северокорейские военные осуществляют действия, которые предполагают подготовку взрывов на дорогах вдоль линий Гюньчжу и Данхэ. Взрывы могут произойти уже сегодня, сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун. По его словам, северокорейские военные устанавливают экраны вдоль дорог для подготовки к взрывам. Он добавил, что командование армии Южной Кореи следит за происходящим и принимает меры для безопасности своих граждан. Одного сумасшедшего с ядерной кнопкой оказалось мало, поэтому про себя решил напомнить северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Давайте разберемся, что же происходит в регионе, почему именно сейчас и при чем тут помощь от Путина. По порядку. Президент Украины Зеленский заявил, что Северная Корея отправляет военных в Украину воевать на стороне России. Ранее об этом писали западные СМИ и предупреждало Министерство национальной обороны Южной Кореи. Формально для этого есть даже обоснования. Это их договор, так называемый, о всеобъемлющем партнерстве, который был заключен еще в июне. Правда, юридический вес эта бумажка имеет только для Российской Федерации и для КНДР. Сообщалось, что северокорейские мальчики могут укрепить границы Российской Федерации для освобождения части сил Российской Армии на наступательные операции на линии фронта. И Северная Корея вот на фоне всех этих слухов начала открыто бычить на своего соседа. Вчера КНДР отдала приказ своим артиллерийским силам на границе с Южной Кореей готовиться к стрельбе. Ну а причина знаете какая? Ну вот формальная, официальная, которую озвучивала КНДР. Это то, что южнокорейские БПЛА будто бы закидывали КНДР агитационными листовками. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что в начале октября обнаружило в небе над Пхеньяном южнокорейские беспилотники, которые разбрасывали агит листовки. МИД пригрозил ответить силой, если такие полеты повторятся. Сестра северокорейского диктатора считает, что невозможность Южной Кореи подтвердить претензии со стороны КНДР означает, что Сеул несет ответственность. Она предупредила, что Южная Корея должна быть готова заплатить цену за свои неоднократные провокации, а время атаки для уничтожения страны может наступить в любой момент. В ответ на ее слова Минобороны Южной Кореи заявила, что КНДР увидит конец своего режима, если нанесет какой-либо вред ее народу. Доказательств, как известно, нет. И Южная Корея это все опровергает. Ну и давайте подумаем логически. Вот вы, например, житель такой страны, как КНДР, где инакомыслие запрещено. Все в этой стране идет так, как говорит партия. Люди воспитаны и пропитаны местной пропагандой на несколько поколений вперед. И тут вам в двор прилетает бумажка с дрона, где написано «КНДР-диктатура! Свергайте власть в КНДР!» Ну или что-то в этом роде. Как на вас это повлияет? Да вы просто эту бумажку кинете себе в камин или в костер. Ну и пойдете дальше благодарить Ким Чен Ина за все. А тут КНДР говорит «Нет, за какие-то агитки мы приводим в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. И в стране перекрыли автомобильные и железные дороги к соседу». Учитывая, что неподтвержденная инфа про обстрел агитками и окей, даже если это и было, ну это ж прям несущественная провокация. Ким Чен Ин начал нагнетать обстановку. Меня это наталкивает на мысль о том, что так называемый обстрел агитками, которого не было, но который вроде бы был, это не что иное, как формальность. Ким просто хочет проявить силу и прощупать готовность Южной Кореи, США реагировать на его агрессивные действия. Ну вот начнем с дорог, а дальше увидим. Если взять во внимание заявление Зеленского про то, что КНДР уже, вероятно, дало несколько тысяч своих солдат для путинской войны в Украине, то честно, даже не знаю, что именно могла пообещать Москва Пхеньяну за его мальчиков. Но факт есть факт. Ким Чен Ин явно осмелел. Почуял, наверное, что теперь у него есть собрат по разуму и по стилю правления. Правда ли, что КНДР отправит свои войска в зону СВО? После гибели шести северокорейских офицеров вследствие вражеского удара в районе Донецка было сделано много различных заявлений. Министр обороны Южной Кореи, например, заявил, что КНДР, вероятно, введет войска на территорию Украины для поддержки России. Нас спрашивают, правда ли это? Во-первых, появление подразделений из КНДР в зоне СВО возможно. Пока речь идет об изучении нашего опыта на уровне небольших групп офицеров. Во-вторых, части северокорейской армии могут помочь Кремлю максимально отсрочить мобилизацию. О непопулярности этого шага в России мы писали, отмечая конфликт между военными и политическим руководством страны. Между Москвой и Пхеньяном идет диалог, скорее даже торги. Политически северокорейский диктатор, как говорят наши источники, не против отправить свой контингент, но хочет взамен непозволительно много. Но, как мы видим, Ким, похоже, мог получить вот то непозволительно много, про которое пишут Z-каналы. Но тут не КНДР единым. Есть просто еще одна точка накала страстей. Назовем это так. Это Китай и Тайвань. Буквально вчера-сегодня Китай провел масштабное военное учение вокруг Тайваня, заявив, что таким образом делает строгое предупреждение так называемым сепаратистским силам на острове и отрабатывает его блокаду. Учения состоялись уже второй раз, после того, как на Тайване был избран новый президент. Я напомню, Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию, в то же время как остров, считает себя отдельным государством и имеет собственное правительство и собственные вооруженные силы. Как заявляют китайские военные, учения прошли в девяти локациях вокруг Тайваня, и в них принимали участие корабли и истребители. В понедельник армия Китайской Народной Республики сообщила, что маневры успешно завершились. А знаете, что еще произошло в понедельник? Правильно, приехал министр обороны России Белоусов с визитом в Китай. И там он встретился с министром обороны Китая Дун Цюном. Дорожественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне. Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран, настроенные на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Российско-китайское военное сотрудничество важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную боевую подготовку на суше, море и воздухе. Успешно отрабатываем учебно-боевые задачи, в том числе самой высокой сложности. Рассчитываем на тесное плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами. Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере. Стоит напомнить, что именно Китай поддерживает военную экономику России, то есть поставляет компоненты, микроэлектронику, микропроцессоры. Все это используется для создания ракеты-бомб, которые путинское войско применяет в Украине. Но не будем забывать, что именно из-за Китая, из-за его позиции, у российского бизнеса есть проблемы, да и у самой страны беда с экономикой. Но почему этот визит есть показательным? А все потому, что на фоне ситуации, которую пытается нагнетать Ким Чен Ын, Си Цзиньпин тоже хочет что-то урвать от России, которая явно не находится в хорошем положении. Ну и если Путин побежал за северокорейскими мальчиками, как бы это сейчас не прозвучало. Ну а Путин вряд ли откажет Си Цзиньпину, потому что Си способен предложить то, что нужно Путину. Это мы, собственно, видели на примере с российским рынком и долей на нем китайских товаров. Есть еще, конечно, в этой цепочке Иран, но про него мы говорили в предыдущем выпуске. Кто не видел, я рекомендую к просмотру. Так вот, почему диктатор последние недели начал активно побираться по своим товарищам? Опять же, это сугубо мое мнение, но в этой истории не стоит сбрасывать со счетов эскалацию на Кавказе, потому что революции в середине России Путин боится больше всего, и он будет обращаться к кому угодно за помощью, но главное, чтобы его режим не посыпался, а он может. Расстрел сотрудников центра Э в Ингушетии начало большой бойни на Кавказе. 11 октября на федеральной трассе на съезде в направлении столицы Ингушетии был расстрелян автомобиль сотрудников центра Э. На кону, как мы писали, большие деньги. И Кадыров поставил Кремль и лично президента в непростое положение из-за ситуации вокруг Wildberries. Источники в силовых органах намекают, что покушение может быть связано с этим кейсом. Фиксируем перемещение ранее незамеченных групп, которые связаны с чеченскими элитами. Их задачи нам неизвестны, но пошла активность на Кавказе, в том числе расконсервация отдельных складов оружия, которые приписаны к частям Росгвардии, сказал источник в МВД, глубоко осведомленный в ситуации. А учитывая то, как Кадыров мастерски тут нужно отдать должное, окучивал МЧС, Росгвардию, путинское МВД все эти годы, я не удивлюсь, если в силовых структурах России есть те, кто могут пойти против Путина в этой бойне. Да и сам Кадыров пока действует аккуратно, заметьте, но это, как говорится, пока. А пока он действует аккуратно, путинская пропаганда уже начала мочить этого Кадырова, того самого, который еще месяц назад, помните, обнимался с Путиным в Грозном, целовал Коран и смотрел, как его орденоносный сыночек Адам стреляет по мишеням в тире. Ну а сейчас все. Государственная пропаганда стала открыто возмущаться выходками Кадырова и его вседозволенностью в России. Дошло уже до того, что кадыровцев сравнивают с украинцами, говорят, что, мол, они тоже испытывают на прочность красные линии Путина. Кадырову необходимо каждый раз показывать своим, а у него так все непросто. Я не скажу, что отношение к Кадырову прям совсем уже замечательное внутри Чечни. Он каждый раз показывает, что он сильный и что он может сделать то, что не могут сделать другие губернаторы. Он показывает, что то, что не позволено в России многим, в Чечне не позволено. Я не знаю, с чем бы это сравнить. Демонстрация силы, если скоро сказать так. Ну да, если сравнивать особенно с Якутией по территории, то Якутия огромна, а Чечня маленькая. Но у Якутии и у главы Якутии, конечно же, таких возможностей даже близко нет. Не надо разжигать. Вот не надо действительно разжигать, но здесь надо просто мягко заметить чеченскому руководству, что действительно не надо разжигать. Ну зачем вот на пустом месте, вот зачем? Ну как будто это такой пиар, как будто действительно чеченскому руководству сейчас даже в смысле приятно, что мы все о нем говорим, все... А ему за это ничего все равно не будет. Красные линии испытывает на прочность, что-то это все напоминает. Посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, сегодня у меня на этом все. Я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok